МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От яблок до квитанции ЖКХ. Что нового в законе принесет август? На стыке науки и коммерции зачем в Архангельске открыли инновационный центр? И почему наши бизнесмены интересны инвесторам из Индии? Услышим мнение гостей. Эти и другие темы сегодня в центре внимания. Я, Артемий Заварзин, приветствую вас. И начнем с краткого обзора темы событий минувших 7 дней. У бизнеса в Архангельской области появились новые лизинговые возможности. Помогут коллеги из Ярославля в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Лизинг – это инструмент, позволяющий получить желаемое имущество во временное пользование и владение за плату. Ярославская лизинговая компания осуществляет прием заявок на лизинг оборудования по ставке 6-8% годовых. Отсутствуют какие-либо комиссии за оформление договоров. Поставщика лизинга-получатель выбирает сам. Единственное ограничение – он должен быть либо заводом-изготовителем, либо официальным дилером. Архангельское картонажное производство готовится к запуску цеха по цветной печати. Закупка оборудования станет новым этапом в развитии. Это существенно повысит конкурентноспособность выпускаемой продукции, увеличит выручку предприятия и, главное, создаст новые рабочие места. Для партнеров это возможность закупать продукцию именно в домашнем регионе. Запуск цеха цветной печати на учебно-производственном предприятии запланирован на конец августа. Для предпринимателей Архангельской области открылся бесплатный каворкинг – современная альтернатива офису. Площадкой стало агентство регионального развития. Аренда безвозмездная. Компьютер и интернет прилагаются. Всего шесть рабочих мест. Это подойдет для предпринимателей, не требует значительной инфраструктуры. Поработать в каворкинг-зоне можно с 8.30 до 19.00 по адресу Набережная, Северный Двины, дом 71, вход со стороны реки. Проектный завод снова собирает идеи и проекты в Архангельской области. В четвертый раз экспертная площадка пройдет 20 сентября во время Маргаретинской ярмарки. Проектный завод – мероприятие для начинающих и состоявшихся предпринимателей. Эксперты представят участникам возможные меры поддержки, а затем инициаторы проектов пройдут по различным консалт-группам и смогут получить обратную связь по своей идее. Организаторы, кстати, обещают обновить полуэкспертов. Регистрацию на проектный завод откроют в начале августа. Последний летний месяц отметится важными изменениями в законах. Коснутся они и автомобилей, и недвижимости. Даже если букетик цветов хотите привезти из-за границы, изучите новые требования. Итак, давайте обо всем по порядку. С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения в простой письменной форме. В частности, в эту категорию попадут сделки с имуществом, составляющим паевой инвестфонд. С 1 августа больше не надо будет уплачивать государственную пошлину при внесении изменений в записи единого госреестра недвижимости, если вы хотите взять ипотечные каникулы. Сейчас размер пошлины составляет 200 рублей. В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новый пункт, связанный со страхованием недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон вступает в силу 4 августа. При этом страхование жилплощади останется добровольным. Перечень страховых рисков каждый регион сможет устанавливать самостоятельно. Природные стихийные бедствия, техногенные катастрофы и так далее. Также с 4 августа зарегистрировать купленную машину можно будет через производителей или непосредственно в салоне официального дилера. Это избавит автовладельцев от необходимости приезжать в ГИБДД. Также разработан проект предоставления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу одного окна. С 19 августа меняются правила провоза в багажей, ручной кладе, фруктов и цветов. Теперь везти в страну можно будет не больше 5 килограммов фруктов или овощей и не больше трех букетов цветов. Для большего количества продукции потребуются уже специальные сопроводительные документы. Данные правила будут действовать не только для пассажиров всех видов транспорта, но и распространяться на все почтовые отправления. А вот жизнь предпринимателей призван изменить нацпроект поддержки и развития МСП. Финансирование более 1 миллиарда на ближайшие 5 лет. Средства пойдут на региональные программы, в том числе доступ бизнеса к льготному финансированию. На недавнем заседании правительства вопрос разобрали предметно. Особого внимания требует региональный проект расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам. Основным мероприятием станет докапитализация за счет федеральных средств региональной микрофинансовой организации. Займ – понятие популярное в бизнес-среде. За первое полугодие предоставлено 65 займов на сумму около 100 миллионов рублей. Это позволило бизнесменам-заемщикам сохранить имеющиеся рабочие места и создать новые. В отдельный федеральный проект выделена популяризация предпринимательства в целях обеспечения условий для вовлечения как можно большего количества граждан соответствующими компетенциями в предпринимательской деятельности, обеспечения притока новых субъектов МСП, которые впоследствии будут расти и развиваться. Кроме того, в Архангельске появился Центр Мой Бизнес на базе Агентства регионального развития. Он объединил на новой площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки МСП. Сейчас идет речь о том, чтобы открыть филиалы Центра Мой Бизнес в других муниципалитетах. Город Северодвинск у нас однозначно должен быть Центр Мой Бизнеса, это уже по всем критериям подходит. То, что касается создания в каждом муниципальном районе, я не знаю, надо ли настолько реально все-таки это делать. У нас с вами есть сегодня прекрасное понимание того, насколько и в каких местах концентрируется все-таки у нас само предпринимательское сообщество, которое требует такого сопровождения. Давайте мы тогда себе еще раз отметим, давайте посмотрим, где в ближайшие два года мы с вами их сделаем. Говоря о популяризации предпринимательства, участники отметили программу «Ты предприниматель». За время ее реализации в проект вовлечено более 30 тысяч молодых людей, из которых свыше 5 тысяч прошли обучение, а более 600 открыли свое дело и теперь пишут свою историю успеха. Сфера производства стабильно занимает лидирующие позиции на рынке труда Архангельской области. И второй квартал не стал исключением. Мы попытались проанализировать, кто больше всего пользуется популярностью у северных работодателей и с чем приходится сталкиваться тем, кто ищет заветную должность. По данным сервиса Headhunter, в нашем регионе городом-лидером по числу размещенных предложений стал Архангельск. Здесь была опубликована каждая вторая вакансия в сфере производства. Долю рынков 13% забрали работодатели из Северодвинска, заметно отстают работодатели из Октябрьского, Вельска, Новодвинска и Котласа. Но и там много вариантов трудоустройства. Количество вакансий в производстве росло год от года, а в мае произошел спад. Число предложений сократилось на 22% по сравнению с маем 2018. Скорее всего, на ситуацию повлияла сезонность. В мае на одну производственную вакансию претендовали в среднем 5 соискателей. Это норма для рынка труда. Большим спросом у архангельских работодателей в этом году пользуются работники для машиностроения, деревообработки и лесной промышленности, а также судостроения. Компании особенно заинтересованы в привлечении инженеров. И далее как раз о тех, кто умеет работать и головой, и руками. В Архангельске открыл дверь инновационный центр. Это место, где наши компании могут заниматься инновационными разработками и получать необходимую помощь и консультации без отрыва от производства. Аренда в два раза ниже, чем в других городских офисах. Но, конечно же, есть немало условий. Одно из которых – идея инноваторов обязательно должна иметь коммерческую составляющую. Инновационный центр удивляет уже с порога. Для традиционной красной ленточки потребовались не ножницы, а молот. Бьем сильно! Аплодисменты! Получилось! Фокусы с жидким азотом как намек. Новый центр изменит наше представление о том, в каких условиях сегодня должны работать инноваторы. Первыми резидентами центра стали пять архангельских компаний, среди которых и Лема – разработчики цифровой техники для дома, дачи и туризма. Признаются, если бы не переезд в инновационный центр, о планах по расширению производства пришлось бы забыть. Поступило предложение от агентства оригинального развития. Оно оказалось нам интересным, как и по цене, так и по площадям. Площадям можно здесь видеть, что здесь нам хватает места, и даже мы взяли с запасом для развития. Места точно хватит всем. Площадь инновационного центра – полторы тысячи квадратных метров. В распоряжении резидентов – конференц-зал, зона приема посетителей, каворкинг и переговорные. Основная задача – помочь инноваторам в продвижении товаров на рынке и наладить серийное производство в сфере интернет-технологий, программного обеспечения и промышленного оборудования. В помощь – единое окно, созданное в Агентстве регионального развития. Это и начиная акселеризационные процессы, образовательные, это помощь в участии в грантовой истории, это в привлечении финансовых моментов, это в патентах и все регистрации товарных знаков, и изобретения тоже происходят здесь на безвозмездной основе. Это помощь в промышленном маркетинге, ну и поиск потом промышленного партнера. Мы сейчас изучаем возможности для того, чтобы в следующем году реализовать на этих площадках еще и центр прототипирования. Компании, став резидентами, могут не только арендовать офис по низкой ставке, но и получить помощь в привлечении инвестиций. Открытие центра – первый шаг в создании регионального технопарка. Это часть госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области». Конечно, нужны такие точки концентрации этого предпринимательского инновационного потенциала, для того, чтобы они понимали, где эту поддержку можно получить, пользовались этими преференциями со стороны государства. Стать резидентом инновационного центра можно и виртуально. Прием заявок продолжается в Агентстве регионального развития. Инновационный центр размещен на третьем этаже здания по адресу проспект Новгородский, дом 32. И подводные лодки, и сладости, и даже кухня с перчиком. В торгово-промышленной палате Архангельской области прошла встреча, посвященная бизнес-партнерству с Индией. Приехал сам вице-консул Южной Республики и рассказал много интересного. Индия сегодня позиционирует себя как глобальное направление для инвестиций. В ближайшие годы огромные средства там планируется потратить на развитие инфраструктуры, строительство умных городов, аэропортов, автомагистралей, железных дорог. Гости презентовали проект «Make in India», посвященный новейшим возможностям для российских инвесторов. Мы фокусируемся на секторе драгоценных камней, ювелирных изделий, кораблестроения, а также туризма. В 2017 году торговля Индии с Россией выросла на 20% и достигла цифры 10 миллиардов долларов. Наши страны поставили цель увеличить эту цифру в три раза за ближайшие пять лет. А что может заставить наш бизнес посмотреть в сторону Индии? Во-первых, уже три года там действует единый налог на товары и услуги. Во-вторых, прямые иностранные инвестиции в 100% случаев оформляются в автоматическом режиме, без административных барьеров. В-третьих, в Индии не только благоприятный инвестклимат, но и большой спектр программ международного обмена. Они предлагают уже нам программы бизнес-образования, которые, в принципе, только ты захоти, они оплачивают полностью все, начиная от покупки билетов, проживания, там, всевозможные методические пособия, выдаются даже степенья на эти две недели, поэтому полностью берутся за свой счет обучение наших специалистов предприятий, экономистов, менеджеров, юристов и так далее. Это очень интересно, но мы, еще раз говорю, мы в начале пути. Шла речь на встрече и о новом перспективном проекте. Ведутся переговоры о том, чтобы в Индии открыть филиал нашего предприятия, занимающегося технологиями энергосбережения. Кстати, Департамент промышленной политики и содействия развитию Индии создал специальное подразделение Russia Plus, специалисты которого помогают инвесторам из России в создании совместных предприятий, проведении мероприятий и наведению контактов с правительством. Купить или взять в аренду? Наверняка этим вопросом задавался каждый из вас. Ответы сегодня подскажет наш эксперт Иван Захаров. Его спич посвящен влиянию шаблонного мышления на личные финансы. Всем привет! С вами вновь Иван Захаров. И из сегодняшней нашей рубрики мы поговорим про то, как шаблонное мышление, стереотипы делают худшими наш выбор. Задайте себе вопрос, какую потребность я хочу удовлетворить. Допустим, вы покупаете машину. Одно дело, если вам нужен статус. Другое дело, если вам нужно просто перемещаться с точку А в точку Б. Задайте себе вопрос, как я могу удовлетворить эту потребность иначе. Это пункт номер один, второй. Сделайте экономический расчет, те альтернативы, которые вы берете. И вот на паре примеров мы сейчас разберем, каким образом вы можете принимать те или иные решения. Допустим, вам нужен автомобиль. И у вас его нету. Либо у вас он есть, но вы хотите новый. Вот задайте вопрос, а зачем? То есть одно дело, если у вас автомобиль постоянно ломается, и его стоимость содержания уже достаточно велика, и вам просто надо купить новый, чтобы не заморачиваться с ремонтом и постоянным тратом времени на ремонт старого. Очень часто, если вы посмотрите на улицу, у нас ездят достаточно дорогие автомобили. То есть я так посмотрю, ну в среднем 800 миллион. Давно известно, что содержание машины, включая альтернативные издержки, о которых я сейчас расскажу, приводит к тому, что стоимость содержания машины в месяц равна 2-3% от ее стоимости. Туда включается бензин, ремонт, осаго, каска, резина, все какие-то роды расходники. Если, допустим, вы будете ездить все-таки на такси, ну, к примеру, у вас там небольшая семья, и 3 раза в день по 120 рублей, это будет 10 тысяч в месяц. То есть это все равно в 3 раза дешевле, если вам сравнить с стоимостью владения своего автомобиля. Следующий момент. Допустим, вам надо все-таки куда-то выезжать. Арендовать машину сейчас не проблема. Это стоит 1,5-2 тысячи рублей. Взять примерно похожего класса автомобиль в день, пожалуйста, перемещайтесь. И, соответственно, в любом случае это будет дешевле. Допустим, вы хотите купить недвижимость себе в ипотеку. Что происходит? Ставки сейчас в среднем 10% годовых. Средний срок ипотеки 20 лет. Это значит, что за все время вы банку выплатите 3 стоимости квартиры. Какая есть альтернатива? Если, конечно, у вас там не очень большая семья, и вы достаточно комфортно себя чувствуете в арендованном жилье, есть такой момент, что вы арендуете и попутно вкладываете деньги. То есть, допустим, ипотека стоит 10%, инвестировать можно, и это несложно, под 20-30% годовых. Вот такая альтернатива тоже есть. И, собственно говоря, он может из аренды выйти в любой момент времени. То есть, соответственно, ему не нужно. То есть он получает то, что он хочет, не покупая, собственно говоря, эту недвижимость. Я желаю вам финансово благополучить. Принимайте верное альтернативное решение. Удачи вам. С вами был Иван Захаров. Помните, друзья, нет такого слова «не могу». Сумел один, значит, смогут и другие. Ну, а если не смог никто, тогда будьте первыми. Удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!